Всем привет! С вами Витя, юный биолог, и вы на канале под микроскопом. Сегодня мы посмотрим на прекрасных хищников, как гидро. Не забывайте подписываться на канал и нажать на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Гидрообыкновенные – небольшой представитель пресноводных гидроидных. Гидрообыкновенные имеют от 4 до 12 щупалец, которые выступают из района ткани около рта. Гидрохищники. Они питаются таким образом, их щупальца расширяется, и они ожидают добычу. Когда потенциальная добыча подплывает к месту нахождения гидры, гидро прикасается к добыче щупальцами. Добыча поражается стрекательными клетками гидры, затем гидро поглощает и переваривает добычу. Жаль, что у меня нету этих кадров, как гидро охотится, но я начал их разводить, и поэтому в ближайшее время я покажу вам, как гидро охотится, как она хватает щупальцами. Все, что не может быть переварено, выходит через то же ротовое отверстие. Как и другие гидры, гидра обыкновенная цепляется за базовый объект, так называемая подошва, чтобы передвинуться. Иногда гидра изменяет положение тела, присоединяется щупальцами к другому месту базового объекта, затем отсоединяет подошву и прикрепляется к еще одному месту базового объекта, а затем становится в свое обыкновенное положение. Гидра обыкновенная, как и другие гидры, часто используются как модельный организм, потому что за ними легко ухаживать, они не требуют минимальной прямой помощи, и воспроизводится гидра относительно быстро. Кроме того, гидры не подвержены старению, это делает их биологически бессмертными. Они не умирают от старости, они умирают от болезней или когда их съедают. Воспроизведение гидры обыкновенной может произойти по трем направлениям. Бесполое размножение, половое размножение и регенерация. Бесполое размножение гидры обыкновенной происходит при благоприятных условиях. На стенке тела гидры образуется выпячивание. Это новые особи гидры. Они постепенно развиваются, затем отделяются от материнской особи гидры и живут самостоятельно. Гидры используют этот вид размножения чаще, потому что это куда проще, а в результате особи гидр создается больше. Половое размножение же происходит во время неблагоприятных для гидр условиях, например осенью. На тела гидры образуются пупырышки. В них созревают мужские и женские половые клетки. Среди гидр есть гермафродиты и есть раздельнопольные. Вид гидрообыкновенная гермафродит, и в ее теле созревают оба вида половых клеток. Затем сперматозоиды выходят в воду и оплодотворяют яйцеклетки. Вокруг облодотворенной яйцеклетки образуется защитная оболочка, благодаря которой зародыш защитится от неблагоприятных условиях. Затем оплодотворенные яйцеклетки делятся. При наступлении благоприятных условиях, новая особь гидрообыкновенной выходит из оболочки. Третий вид размножения – регенерация. Благодаря промежуточным клеткам, каждая часть тела, если в ней есть хотя бы одна промежуточная клетка, может образовать новую гидру. Вот такой вот интересный ролик получился. Если вам было интересно, то подпишитесь на наш канал. С вами был Витя. До новых роликов.